Всем привет! Мы начинаем нашу лекцию под названием «Визуальный анализ данных с помощью Python». Сегодня мы с вами рассмотрим три библиотеки для визуализации. Первая — это классическая библиотека для визуализации данных под названием Matplotlib. Потом мы посмотрим, как можно визуализировать данных с помощью библиотеки Pandas. И в конце рассмотрим такой мощный инструмент для визуализации, как библиотека Seaborn. Также я привожу примеры о том, какие еще другие визуализации можно делать в Python. И мы посмотрим пример визуализации с помощью библиотеки Folium. Как раз геовизуализации на карте. А прежде всего я хочу начать нашу лекцию с очень интересного примера, с которым я столкнулся буквально недавно при участии в соревнованиях на Kaggle. Был дан такой DataFrame, и в этом DataFrame было порядка 200 фичей. Я вот привел пример одной из этих фичей. Этот DataFrame был полностью анонимизирован, были даны только ID-шники. И вот такие вот таргеты, естественно, понятно, то есть это была задача классификации. И какие-то закодированные фичи. Ну, как обычно, я сделал DevDescribe. Ну, в данном случае DevInfo там излишне было. Вот я сделал DevDescribe, и нужно было обучить модель классификации, как вы уже поняли. Да, можно было использовать там линейную регрессию, можно было использовать модели градиентного бустинга, какие-то стаки. Я посмотрел на DevDescribe, да, каждый из фичей. И вроде тут ничего подозрительного, все как бы в порядке. У нас есть там минимальное значение, максимальное. Ну, среднее, там, 200 тысяч наблюдений у нас по каждому признаку. Один мирный датасет. Ну, как бы, вроде ничего подозрительного, и что обычно делали люди, да, вот на этом соревновании? Они просто брали, запихивали весь этот датасет, состоящий из 200 фичей, просто там, в алгоритм градиентного бустинга, допустим, там, в алгоритм XGBoost, и пытались предсказывать вот этот таргет. И получалось качество решения, там, 0.8, и это было примерно у всех участников на кегле. Потом, через какое-то время, что я сделал? Я решил посмотреть, вообще, да, что представляет себя распределение каждой фичи. Потому что, ну, совершенно непонятно было, да, что это за датасет, и, скорее всего, организаторы, все-таки, какой-то, да, вот, какой-то, все-таки, на моей интуиции, какой-то, наверное, подвох сюда добавили. И я решил посмотреть на график, да, на гистограмму распределения, вот, допустим, каждой фичи. Ну, в данном случае мы вот рассматриваем фичу, например, War108. Ну, что она из себя представляла? Ну, не знаю, ничего подозрительного, в принципе, просто какое-то распределение, скорее всего, похоже на нормальное. И я вам признаюсь, если вот так вот было воспроизвести каждую из 200 фичей в моем датасете, они выглядели вот так. Ну, буквально ничего подозрительного, и даже неизвестно было, к чему прикопаться. Но потом посмотрите, что я сделал. Я изменил количество бинов в данной фичи, и смотрите, что у меня получается. Ага, какие-то фичи, у каких-то фичей начал появляться вот такой вот выброс. Ну, не выброс, а вот, понимаете, да, что, допустим, значение близкое к 14, да, вот в этом бине значения встречается больше 7000 раз. Вам не кажется это немножко подозрительным? Да, и это как раз было ключом к решению данной задачи. На самом деле в этой задаче организаторы заполнили миссинги в данных просто обычным средним по этому дату-фрейму. И когда вы бы обучали вашу модель, вы бы нашли такие выбросы в этом бине, заменили бы вот эти вот средние просто на наны, и качество вашего алгоритма значительно бы улучшилось, и вы попали бы там в топ-50, топ-30 данного соревнования. К чему я рассказываю этот пример? Я рассказываю этот пример, что кроме как простейшей такой визуализации, быстрее догадаться до решения этого примера, мне кажется, нельзя. И тем самым я начинаю нашу лекцию и говорю о том, что визуализация является, наверное, одной из самых важных методов при работе с данными, и правильная визуализация может привести вас не только к победе, в каких-то соревнованиях, если вы участвуете, ну а также к правильным выводам, к правильному анализу по тем данным, с которыми вы работаете. Мы с вами чуть попозже посмотрим, но это бены, что такое, да, это у вас данные, ну еще больше, позже объясню в гистограмме, как это производится, но данные группируются у вас на равные промежутки, да, в данном случае тут промежуток равен, допустим, одной сотой, и смотрится, сколько вот в этот единичный промежуток попадает наблюдение, да, то есть 100 бинов, если вы посчитаете, здесь получится 100 вот таких вот черточек, 100 вот таких вот черточек, правильно, и в каждой этой черточке они разбиты от минимального до максимального значения на равные промежутки, и считается, сколько вот в каждой этой черточке у вас встречается наблюдение, вот, ну вот, вот 14, допустим, от 14.0 до 14.2, допустим, у меня такой, бин встретилось 7500 наблюдений, вот если в этой наблюдении было заменить на наны, у нас, и обучить на них модель, добавив, там, естественно, столбец, что это, там, бинарный признак, который вы заменили, да, что 1 или 0, он пустой, и у вас тогда качество алгоритма бы намного сильно улучшилось. Так, а мы с вами продолжаем, и начинаем как раз с самой стандартной библиотеки, которая называется mat.lot.lib. Здесь я вам все-таки советую, да, опять же, просто ознакомиться с документацией по mat.lot.lib, она здесь достаточно хорошая, объемная, не скучная, да, если можно так сказать, и вот, опять же, как я вам советую, посмотрите, какие визуализации возможно делать с помощью этой библиотеки, вы их отметите для себя, и в дальнейшем, когда при работе с данными столкнетесь с тем, что вам нужно визуализировать те или иные данные в таком виде, вы сможете воспроизвести это очень легко. Смотрите, да, как вот работать с графиками. В первую очередь нужно выполнить такую magic-команду, которая называется mat.lot.lib.inline, да, что она делает. Она позволяет корректно отображать графики у нас в Jupyter ноутбуке, а также давайте сразу импортируем методы, да, к которым будем работать. Ну, в принципе, прежде всего, это наша любимая библиотека NumPy, да, а также будем использовать метод Pyplot из библиотеки mat.lot.lib. Как вообще строятся рисунки у нас mat.lot.lib? В первую очередь вам нужно создать такой объект, как фигура, то есть все, ну, фигура по-русски рисунок, figure. Все рисунки у нас существуют внутри этого объекта, да, внутри объекта figure. Вот он. Как это делается? Вот смотрите, прежде чем вы хотите какой-то создать рисунок, вам нужно инициализировать вот эту вот фигуру, да, ну, по-русски рисунок, то есть нельзя создавать график, который имеет пустой рисунок, то есть прежде всего вы инициализируете именно объект вот этого вот рисунка. Как это делается? Из метода PLT, figure и круглые скобочки. Вот у вас инициализировалась фигура. Потом, чтобы начать рисовать в этой фигуре какие-то графики, вам нужны такой объект, как, ну, да, извините за тавтологию, он называется подграфики, да, то есть у вас вот это представляет собой рисунок, это представляет собой рисунок общий, да, и в этом рисунке у вас есть четыре подграфика, в которых вы можете рисовать, да, вот раз, два, три, четыре. То есть как это в коде делается? Сначала инициализируется объект рисунка и добавляется по очередности четыре подграфика, тем самым у вас алгоритм понимает, да, питон понимает, что на выводе нужно четыре подграфика добавить. Сейчас мы с вами с нумерацией этой разберемся. Так, что это такое за нумерация у нас здесь получается? Да, чуть повыше. Нумерация что за получается? Да, то есть если я хочу создать какой-то подграфик, я должен его закодировать в виде трехзначного числа, как вы можете здесь догадаться. Откуда берутся эти числа? Еще раз, да? Я начинаю добавлять графики по очередности, начиная с этого. Первые два числа означают матрицу, с которой я работаю при добавлении каждого последующего подграфика. То есть в данном случае я добавляю первый подграфик и ожидаю, что я его добавлю в разметки 2х2. Почему такое сложное объяснение? Сейчас дальше мы с вами это посмотрим. И говорю, что я хочу поставить мой первый подграфик в разметке 2х2 на первое место. Вот у меня ставится вот этот подграфик. Дальше. Я хочу построить вот этот вот второй мой подграфик. Что я делаю? Я говорю, я работаю с разметкой 2х2 и ставлю график на вторую позицию. Позиции у нас вот этих подграфиках нумеруются сначала построчно, потом по столбцам. То есть идут по строкам. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и так далее. Дальше. Ну и так далее. То есть я оперирую здесь вот изначальной разметкой, изначальной матрицей, в которую я хочу оперировать моими подграфиками. И указываю позицию, в которую я хочу построить мой график. Так, зачем это нужно? Зачем так сложно? А вот зачем. Смотрите, какой здесь я показываю пример. Да? Я хочу добавить вот такую вот визуализацию сделать. И хочу эти графики построить. Как это сделать? Смотрите, опять. Начинаю сверху. У меня, то есть в голове эта визуализация есть, и я хочу по очередности добавлять мои подграфики. Начинаю с первого. Так, я строю вот этот график, исходя из разметки 2х2. Да? То есть когда я строю этот график, я предполагаю, что у меня будет разметка 2х2. То есть что такое 2х2? Это 2 строки, 2 столбца. И ставлю его на первое место. То есть, да? Давайте посмотрим. Строю я первый график. Предполагаю, что у меня разметка, в котором я поставлю мой график, будет вот такая. Да, то есть у меня графиков еще нет. И вот у меня разметка 2х2. Да. Вот у меня 1, 2, 3, 4. И я говорю, визуализируй мне, то есть поставь мне мой подграфик на первое место. Да, то есть его воспроизведи. И вот он у меня, грубо говоря, там обводится. Все. Вот он у меня. На первом месте. Из разметки, исходя из разметки 2х2. Так, все. Это построил. Теперь опять. Я строю второй мой подграфик. Хочу вот такой построить. Опять же. Этот график строится в разметке точно такой же. 2х2. То есть, да, вот смотрите. Да, то есть, опять, допустим, нету этого нашего дата фрейма. И я говорю, построю мне второй график. Вот рисую опять разметку 2х2. И я говорю, заполни мне подграфик, который стоит на втором месте. Вот он. И он у меня обводится, да, условно, после того, как я выполняю вот эту команду. Так. А теперь начинается самое интересное. Я хочу построить вот такой график. Да, который объединяет вот эти вот, как бы, 2 такой совмещенный. Что я делаю? Опять же, мы ничего не пугаемся. Мы видим 2.1. То есть, что это значит? Построй мне график в разметке 2.1. Это что значит? Это значит, что мой подграфик будет уже вот в такой разметке. Да, то есть, смотрите. Вот, ну смотрите, да, это у меня просто раз, 2 строки и 1 столбец. Правильно же? 2 строки и 1 столбец. И я говорю, визуализируй мне из такой разметки график из второй позиции. И он у меня обводится. И у меня получается вот такая вот изначальная визуализация, да, то, что вот 2. Вот. Тоже, да, по аналогии. По аналогии тоже, да, у меня получается. Я ставлю сначала вот этот рисунок рисую в голове у себя. Я говорю, в разметке 2 на 2 заполни мне мою первую позицию моим первым графиком. Дальше. Идем построчно, да, построчно сначала заполняем. Второй график, который я хочу заполнить. Поставь мне график, исходя из разметки 1 на 2. Внимание. Одной строки и 2 столбцов. Да, еще раз. То есть, у меня разметка уже вот такая. Ну, давайте руками. То есть, разметка у меня уже вот такая. Да? 2 столбца и 1 строка. То есть, разметка у меня 1, 2. И говорю, заполни мне второе место. Первое место, второе место. Вот у меня он зарисовывается. Ну, достаточно понятно. Да? Ну и третий, понятно. То есть, заполни мне из разметки 2 на 2 график, который находится на третьем месте. Так, ну, а вот если так, скажите, как мне нарисовать вот такой график, да? Что вот здесь, здесь и вот здесь. То есть, два квадрата. Так, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Так. Так. Так, и? Понятно? Примерно понятно, да, вот откуда это идет? Откуда вот такая вот нумерация? Ну, я согласен, да, она немножко такая неинтуитивная, но чтобы вас не пугало, и чтобы, да, чтобы вот как бы видели, как вот переходите, и вот представляете, да, в какой разметке вы рисуете график. Так. Можно вопрос? Если сейчас еще сделать 1, 2, 2, у нас появится новое окно справа и новое окно? Он должен наложиться, кажется, да. То есть, сверху, да, он сделается? Да. Смотрите, а мы с вами переходим к визуализациям. Так, а мы с вами переходим дальше. И начинаем в наш, то есть, мы немножко научились, да, что делать? Мы научились рисовать вот под графики. Теперь в этих, добавляясь, точнее, под графики, теперь в каждом этом под графике мы попытаемся что-нибудь нарисовать. Давайте попробуем нарисовать разные графики. Смотрите, я здесь создаю мой новый объект, рисунок, да, то есть, все пока стандартно. Дальше я добавляю каждый под график, то есть, я добавляю три под графика сюда и начинаю рисовать. Так, внимание, как я здесь рисую? Обратите внимание, да, что если вы выведите просто вот эти вот под графики, а потом выведите команду отрисовки pltplot, у вас график нарисуется только в этой ячейке. Почему? После каждого, после того, как вы создаете новый под график, у вас как бы питон ожидает, что вы сюда что-то добавите ему, что если вы вставляете какой-то сюда рисунок, какой-то график, в данном случае pltplot, после каждого добавления под графика, он у вас думает, то есть, он у вас принимает какой-то рисунок, чтобы нарисовать именно в этом окне. В данном случае, да, вот если не воспроизводить вот эти вот два метода, которые я тут привел, да, а просто сделать pltplot, то у вас отобразится рисунок только в третьем, то есть, вот в крайнем под графике. Также вы можете попрактиковаться, например, смотрите, вот этот pltplot скопировать и добавить вот после ax2 вот сюда вот и вот сюда вот. Если вы после каждого добавления под графика добавите свой рисунок, у вас, соответственно, заполнится весь ваш рисунок. И все под графики. Так, но вы меня спросите, а что это такое за странный метод, да, какой-то немножко странный. Мы с вами на первом занятии проходили, да, когда читали философию питона, что все должно быть достаточно просто, интуитивно, да, и как бы гибко. А в данном случае вот добавление таких под графиков, точнее добавление рисунков после каждого под графика, это немного странно. Да, на самом деле, как надо пользоваться вообще, как делать рисунки правильно в Python, то есть, самый такой хороший метод. Вот смотрите, я с помощью метода, я обращаюсь к методу subplot, да, и у этого метода subplot у меня есть куча параметров, то есть, как куча графиков, которые я могу нарисовать. Например, я хочу для subplot 1, который, видите, у меня здесь вернулся из метода fig.at subplot, вот ax1 у меня вернулся, я хочу нарисовать гистограмму. Вот, и в данном случае у меня в фигуре 1 нарисуется гистограмма. Вот она, смотрите, и она у меня нарисовалась. Вот после того, как выполните эту команду, у вас в этом окошке нарисовалась гистограмма. Точно так же и здесь, в данном случае, да, я хочу нарисовать scatterplot, то есть, да, еще раз, что такое scatterplot? Это, да, вот на оси x, на оси y плюс какое-то рандомное значение у меня появляется число, и я хочу, например, зависимость вот этого вот от 0 до 30 значения посмотреть от какой-то моей вот этой вот случайной переменной, и я это все рисую в моем scatterplot. Что еще, да, на что стоит обратить внимание, и что вам может очень хорошо пригодиться? Смотрите, я пытаюсь вот здесь вот, я в переменную возвращаю, пытаюсь посмотреть, что у меня возвращает вот объект гист, например, а он у меня возвращает все параметры, из которых строился моя гистограмма. В данном случае видите, что, соответственно, это накопленные частоты по каждому из наблюдений, да, то есть у меня вот количество наблюдений и вот это вот накопленные частоты, то есть, да, видите, 1, 1, 1, 1, здесь вот 2, да, вот для каждого из этих значений случайных. Для чего я это здесь привожу? А для того, что Matplotlib является очень гибкой библиотекой, и вы можете буквально выгружать характеристики для каждого из графиков. То есть, ну, подумайте, да, для вашей работы, ваших исследований, для чего это вам может пригодиться, но просто стоит помнить, что есть такая утилита, ну, не утилита, есть такой метод, чтобы выгрузить все характеристики полученного вашего графика, да, то есть, как это еще раз делается? Вы пишете F и возвращаете, и что возвращает ваша гистограммка. Дальше, ну, смотрите, да, если вам нужно что-то совсем быстро построить, и вы не хотите, да, добавлять вот эти подграфики, не хотите создавать заново фигуру, можно сразу воспользоваться отдельным методом, который точно так же будет работать. Опять же, это подходит только для быстрой какой-то визуализации. Он автоматически, да, вот, PLTplot, допустим, да, или PLT-hist, и вы передаете здесь, да, или там куча методов для отрисовки, куча рисунков, в смысле графиков, он автоматически здесь создаст, как бы, рисунок и автоматически добавит подграфик. И у вас уже график нарисуется, не надо создавать рисунок, не надо добавлять подграфики. Если вы хотите быстро что-то визуализировать, да, не очень кастомизировано будет, но вот такой метод тоже подойдет. Дальше, смотрите, ну, как вы уже поняли, что работа с подграфиками достаточно такая рутинная работа, и если у вас, допустим, там, как меня вот молодой человек спросил, у вас, допустим, 18 там подграфиков, каждый раз вот это делать, этот соплод, ну, немножко тяжело, да, там еще вот эти вот аргументы кодировать, кодировать достаточно трудно, да, вот эту вот кодировку, которую мы с вами рассмотрели. И для этого существует другой, более удобный метод, который прямо вот скопом добавляет все вот эти графики. Смотрите, называется он PLT-SOPLOTS, и, как вы уже могли бы догадаться, да, у нас в качестве аргументов в этом методе передается как раз вот количество строк вашей новой визуализации и количество столбцов. Ну, в данном случае вот я хочу нарисовать матрицу, такую матрицу из графиков, да, состоящую из двух строк и трех столбцов. Ну, могу я так сделать? Ну, конечно, да. И давайте обратим внимание о том, как можно, да, соответственно, обращаться к этим подфигурам нашим, которые автоматически создались, да, вместе с нашим рисунком. Ну, PLT-SOPLOTS автоматически создает объект рисунок и добавляет под графики. Ну, понятно, да, нулевая строка, первый столбец, нулевая строка, первый столбец, и я тут рисую. Все по аналогии с тем примером, который мы с вами рассмотрели. То есть можно нарисовать очень интересные визуализации, да, вот для ваших научных работ это отлично пригодится, ну, и там для каких-то исследований. Ну, а мы с вами тоже краем глаза смотрим, какие графики я добавляю. Ну, опять же, наш любимый scatterplot, который принимает два значения, да, значение по X, значение по Y, и вот их как раз вот завязываем. Ну, кто-то уже, когда видит такую зависимость, сразу хочет строить линейную регрессию, да. Есть кто-то из вас такие, что прям сразу видит и линейную регрессию сразу? Ну, вот я сразу хочу линейную регрессию смотреть. Вот, и второй график – это график barplot, да, это просто, соответственно, по каждому наблюдению, по каждому наблюдению, это какая-то количественная величина. Ну, в данном случае, да, вот у меня, если вы здесь посмотрите, это значение от 0 до 10, да, не включая 10, да, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 наблюдений. И у каждого наблюдения есть какое-то случайное значение, да, вот он, соответственно, 10 случайных значений от 0 до, от минус 1 до 1, кажется, да, здесь. Вот, и вот, пожалуйста, можно их здесь пронаблюдать, да, то есть, если в дальнейшем мы уже с вами еще рассмотрим, но если вы видите какую-то категориальную фичу, да, и хотите как-то ее хорошо изобразить, да, вот, пожалуйста, накопленные частоты, график barplot вам в помощь. Что еще, да, ну, смотрите, пожалуйста, вот, access, например, да, объект, который мы с вами работали, он возвращает вот все объекты, да, с subplot под графики, с которыми можно работать. Ну вот, достаточно все прозрачно и сверху удобно. Давайте, да, еще посмотрим интересную визуализацию, да, то есть здесь уже добавляю я немного параметров, то есть параметр это общие оси по x, общие оси по y, я проставляю им true. Я добавляю два subplota, соответственно, матрица у меня 2 на 2, я говорю использовать общую ось x, общую ось y для моей визуализации, то есть, видите, у меня общая ось y, общая ось x, и я добавляю мои четыре subplota, то есть у меня матрица 2 на 2. И как я их заполняю? А заполняю, как вы уже могли догадаться, я заполняю их в обычном цикле, то есть я иду по циклу, то есть, да, по элементам, по строкам, иду по столбцам, и вызываю метод hist, который у меня заполняет какой-то случайными величинами. Но это достаточно популярный способ, то есть вот так вот через цикл достаточно часто заполняются вот эти вот subplota. Да, если у вас какая-то функция, вы сюда вставляете, соответственно, условия. Ну, да, вот, например, что еще? Какие еще аргументы интересные? Когда я хочу делать визуализацию, и чтобы у меня расстояние между моими графиками по вертикали и по горизонтали было равно нулю, ну, в данном случае, вот видите, я указал параметр vertical space, horizontal space, равный нулю, здесь, наверное, white space, да, white через w, и у меня получилась вот такая вот визуализация, то есть у меня графики как бы сомкнулись. Также в противовес, если изменять этот график, этот параметр, точнее, да, посмотрите, как у меня получается уже немножко другая визуализация, то есть визуализация уже с отступами такими. Да, после того, как вы сделали какие-то расчеты, вы, например, хотите сохранить ваш рисунок, который у вас получился, да, как это делается? Это делается с помощью метода plt, savefig, и указываете, ну, название, разрешение и прочие параметры, да, которые вам угодно. Вот, и так происходит сохранение рисунка, у вас сохраняется в формате, и вы можете его, соответственно, вставить в какую-то презентацию или в вашу другую работу. Да, и пару слов, еще хочу сказать про конфигурирование, батл от лип. В батл от лип, естественно, у нас задаются какие-то цветовые схемы по умолчанию, и они там подготовивают, да, рисунки для публикации. Есть такой аспект, да, который называется глобальные параметры, да, установив который в начале, например, вашего ноутбука, он определяет размер всех рисунков и различных свойств, которые будут использовать фигуры под графики всего вашего ноутбука. Ну, в данном случае, смотрите, да, я использовал такую, например, вот сигнатуру, посмотрите, и я использовал такое свойство, как размер фигуры, а также цвет. То есть, видите, PLT, RC, то есть я называю свойства глобальные, например, вот свойства именно фигуры, устанавливаю размер и задаю фонд. Давайте перед перерывом еще немножко посмотрим на визуализацию с помощью Pandas. Все-таки, да, хочу отметить, что библиотека Matplotlib позволяет достаточно делать такую низкоуровневую визуализацию, да, то есть очень много настроек, они очень достаточно такие глубокие, и можно рисовать очень такие достаточно мощные визуализации. Если вы ознакомитесь с той как раз вот ссылочкой, да, по Matplotlib, там просто можно такие мощные графики рисовать, что даже становится интересно, как это вообще возможно сделать в Юпитере. Вот, а мы с вами переходим к такой более быстрой, наверное, чаще всего используемой визуализации, это визуализации с помощью библиотеки Pandas. Под капотом у Pandas работает точно такой же Matplotlib, только более такой верхнеуровневый, и позволяет уже более быстро работать с данными, более быстро их визуализировать. Я обратился к моему любимому ресурсу, опять же, Kegel, и выгрузил такой вот датасет с базой данных по пауэрлифтингу. Ну, просто как пример, он здесь подходил очень хорошо для визуализации, что он из себя... Да, опять же, я выгружаю табличку, делаю классическое, как мы уже с вами рассмотрели, DfHead, DfInfo. Что на что стоит обратить внимание? Да, у нас здесь есть в этой таблице спортсмены, есть какие-то характеристики по этим спортсменам, есть пол спортсменов, их имя, какая-то вид экипировки, например, да, то есть в которой они выступают, ну, а также еще поднятые килограммы. Дальше, я делаю метод DfInfo, и здесь это для чего я делаю? Да, в первую очередь для того, чтобы понять, какие у меня из колонок здесь являются ненулевыми. В данном случае вот мои колонки являются ненулевыми, и давайте я их выберу для того, чтобы попытаться сделать такую более интересную визуализацию. А мы с вами начинаем работать с одномерными данными, то есть, да, мы запоминаем, как можно визуализировать разные данные. Ну, смотрите, барчат, с которым мы уже с вами знакомы, это классический инструмент, ну, по-другому барчат, кто любит русское название, называется столбчатая диаграмма, ну, достаточно просто. Это классический инструмент как раз для отображения информации по категориям, то есть, да, у нас есть какие-то категории, и я хочу для каждой категории ее как-то визуализировать на каком-то графике. Сразу, например, используем график BarPlots. Вот смотрите, как это делается в Pandas. Вот, например, я метод plot.bar применяю к серии. Да, помните, да, что Equipment Value Accounts возвращает серии с распределением по частотам. Я эти частоты хочу визуализировать, да, кто забыл, просто может в отдельной ячейке выполнить точка Value Accounts и круглые скобочки, посмотрите, да, кто забыл, что из себя представляет это вот распределение по частотам, и применить метод plot.bar, и у меня столбчатая диаграмма отобразится, да. Ну, на что стоит обратить внимание, да, что у меня метод Value Accounts возвращает упорядоченные, соответственно, частоты. Если я хочу, не хочу упорядоченные частоты возвращать, а хочу вернуть их, отсортировав по индексу, где индексом у меня в моей серии, ну, напоминаю, кто забыл, является название моих категорий, да, вот по алфавиту у меня отсортировано, я использую метод Sort.Index. Value Accounts, Sort.Index, да. Смотрим, опять же, да, как работаем, смотрим, что возвращает вот этот вот метод Def Equipment Value Accounts Sort.Index, опять же, наша серия с сортированными индексами, и потом применяем метод plot.bar, то есть, да, все достаточно прозрачно. Дальше. Если, например, мы хотим посмотреть относительные частоты вот этого вот распределения, что с категориальными фичами, да, когда вы работаете с категориальными признаками, вам будет понадобиться, будет понадобиться достаточно часто. Как это можно сделать? Опять же, вы просто каждую из фичей делите на скаляр, где скаляром как раз является просто длина вашего, в данном случае, дата фрейма, да, и вот у вас уже получились относительные частоты, которые вы можете отлично визуализировать, опять же, с помощью метода plot.bar. Дальше. Какие еще есть интересные группировки? Есть группировки, да, есть визуализации для группировок. Ну, смотрите. Опять же, возвращаясь к примеру, который был рассмотрен нами ранее. Вспоминаем табличку. У нас есть, опять же, вот вспоминаем, да, нашу корзину с шарами. У нас есть в этой корзине с шарами у каждого шара какая-то категория. Например, экипировка. И я хочу для каждой экипировки посчитать какие-то статистики. Например, я хочу посчитать среднее по характеристикам, да, помните, шары там массы было и объем. В данном случае у меня, да, вес тела и поднятые килограммы. И я рассчитываю для каждой категории, считаю среднее. Опять же, на выходе у меня DataFrame с индексами, где индексами выступают мои категории, да, то есть категории у меня являются, ну, различные виды экипировки, да, там многослойная, там однослойная, коленные бинты. Вот. И для каждой категории у меня посчитаны для каждой колонки средние, да, вот они. Достаточно просто. Как это можно тоже визуализировать быстро? Опять же, наш plotBar, вот он. Опять же, я могу применить метод plot.bar, опять же, к уже сгруппированному DataFrame. Вот он, plotBar, и обратите внимание на такой метод, на аргумент, как stacked, да, что он делает? Он у меня вот такую визуализацию делает, то есть он у меня делает 5 баров, и как бы один на другой наслаивается, да, то есть синяя, это у меня одна характеристика числовая, да, то есть это вес спортсмена, желтая, это его поднятые килограммы. Сразу попробуйте, да, чтобы вы просто запомнили, как еще можно делать, stackedFalse, это, соответственно, у вас будет 2 бара стоять рядом. Ну, тоже достаточно просто. Дальше. Если у вас большое количество, да, категориальных переменных, то есть более 20 значений уникальных, есть уже такой, да, способ визуализации, как мы с вами рассмотрели, например, как plotLine. Ну, в данном случае тут, наверное, не очень подходит хорошая визуализация, но обычная линия, да, которая отображает как раз вот количество участников, да, количество участников для каждой из экипировок. Ну, можно кому-то такое вот визуализация подойдет. Какая еще визуализация существует? Визуализация по площади, да, например, которая заполняет вот эту площадь, которую мы с вами рассмотрели. Опять же, plotArea. А мы с вами переходим, наверное, к самому популярному графику для визуализации. Это гистограмма. Она как раз вот переводит данные, как я уже рассказывал, в интервальные, да, то есть в одинаковые интервалы. Она похожа на столбчатую диаграмму, да, на барплот, который мы с вами уже рисовали даже сами. А гистограмма при этом разбивает данные на равные интервалы. То есть, да, у нас, у меня минимальное, допустим, значение 7, максимальное там 80 с чем-то, да, лет, это возраст, напоминаю. И, например, у меня, я задал количество бинов, бины, это у меня как раз вот на сколько интервалов, да, я хочу равных интервалов, хочу разбить мою гистограмму. В данном случае на 10, то есть считаем, да, что у меня здесь 10 должно быть моих, здесь тоже, кстати, бин, кто не заметил, просто очень маленький, там один человек. Да, на 10 равных бинов, и в каждый бин он считает характеристику, то есть сколько наблюдений встретилось у меня для каждого бина. И у меня получается такая визуализация. То есть мы сразу можем говорить уже, получать интуицию о том, какое у нас имеется распределение. На самом деле вот этот вот параметр бинс, который я пример привожу дальше, он имеет такое большое значение при использовании гистограммы. Так как, помните, вначале я пример приводил о данных соревнования, я там использовал количество бинов 10, и у меня, то есть, ничего не было видно, то есть никаких выбросов не видно. Как только я установил параметр 100, сразу появились какие-то выбросы, поэтому когда строите, работаете с гистограммой, поиграйтесь, да, попробуйте, там, от 10 бинов до 100, в зависимости от того, сколько количество наблюдений у вас есть, и сколько там у вас, насколько мощный компьютер, да, потому что отображение такое детальное тоже требует дополнительных ресурсов, дополнительных мощностей. Да, посмотрите, одна и та же буквальная визуализация, но при этом разное количество бинов. Вот это у нас ничего не говорит о нашем распределении, то есть, да, а, это немножко другое, да, но неважно, да, посмотрите, да, что, если я, например, перескочила почему-то, да, то есть, поиграйте с количеством бинов, то есть, в данном случае, вот этот график вам ничего не показывает, как только вы увеличиваете количество бинов, у вас уже появляется ваша первоначальная интуиция о том, как представлены данные. Так, давайте продолжим, посмотрим, помните, да, мы только что рассматривали, как можно одномерные данные визуализировать, да, когда у нас были, например, категориальные фичи, когда было много наблюдений в категориальной фиче, когда мало, используем барплот или просто линии могли визуализировать, а сейчас мы переходим к двумерным данным, то есть, смотрите, как можно двумерные данные у нас реализовывать, ну, вы уже могли догадаться, у нас есть такой интереснейший инструмент для визуализации, как скатерплот, да, который принимает в качестве аргументов, аргументы, что отобразить на оси х и на оси у, в данном случае, смотрите, да, я, опять же, подаю датафрейм, делаю какую-то маску небольшую, да, то есть, я хочу работать только со спортсменами с возрастом менее 50 лет, да, опять же, смотрите, да, что возвращает у вас вот этот датафрейм в отдельной ячейке, да, используется метод sample, который, да, в случайном порядке отбирает 300 наблюдений, да, вот у меня из этой выборки, и я применяю метод plot.scatter, да, к моему датафрейму, и у меня, смотрите, да, получается здесь зависимость моего возраста, да, спортсменов, да, то есть, каждая точка, это у меня, мой спортсмен, да, то есть, этот вот спортсмен возрастом, там, 32 года и весом до 60 килограмм, где-то 55, ну, вот так вот можно посмотреть. Так, но у нас не всегда в нашем датафрейме такое малое количество наблюдений, иногда в наблюдении, естественно, в датафреймах ваше количество строк бывает больше десятки в тысяч, там, больше сотни тысяч, и если я попытаюсь визуализировать все то, что есть у меня в датафрейме, а зачастую надо визуализировать у меня все, посмотрите, что у меня получилось. Так, можно ли вообще что-то сказать о моем распределении, да, ну, по крайней мере, только по форме. Больше ли точек, где точки сосредоточены у меня, я не понимаю, да, какие чаще всего спортсмены у меня встречаются, какого, да, вот, ну, да, есть еще трехмерные, но вот, да, 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 трехлетние, да, ну, ну, да, да, бывает. Вот смотрите, я ничего не понимаю, что у меня здесь вообще происходит, где сосредоточение точек, то здесь, то ли здесь, то здесь, то есть, эта визуализация мне фактически вообще ничего не дает, какой-то мусор, если честно. И вот, для этого есть отличнейшее решение, которое называется GEXplot, да, вот, с тобой же такого метода, GEXbin он называется. Смотрите, что он делает, он у меня все мое распределение, да, превращает, как бы, в такие соты, и очень легко можно увидеть, где у меня сосредоточена основная масса моих спортсменов. А это спортсмены у меня, да, с весом до 75 килограмм, я тогда понимаю, и возрастом 25 лет. Ну, как раз, да, классический такой молодой вот человек. Так, а мы с вами переходим к следующей библиотеке, к следующей визуализации. Это библиотека Seborn, то есть, библиотека, она еще более верхнеуровневая, то есть, это можно по-другому, как еще сказать? Это вообще out-of-box решение для построения визуализации, то есть, если в Pandas DataFrame вам нужно было что-то писать, все-таки какие-то указывать характеристики, Value Counts, например, да, указывать, что когда вы хотите частоты получать, Seborn делает это все верхнеуровнево, она за вас вообще все решает и подбирает наиболее удачную визуализацию. Смотрите, да, импортируем библиотеку, ну, понятно, и, например, я хочу построить вот такой вот бар-плот, да, по аналогии с тем, то, что мы бар рисовали после Value Counts в Pandas. Как это делается? Seborn, ну, SNS, точка, Count Plot, то есть, да, график, который считает, ну, частоты Count, и передаем мы ему нашу серию, Dave Equipment. То есть, смотрите, и наша серия автоматически здесь отрисовывается, то есть, нет нужды даже писать Value Counts, как мы делали с вами в Pandas. Seborn уже сам все понял и сам все нарисовал. Представляете, насколько это такой мощный инструмент? И мы получили точно такой же бар-плот, как в Pandas, но с меньшими линиями. Дальше, какие еще визуализации у нас могут быть? Визуализация, например, так, где, где, вот, KDE-плот, Seborn-овский KDE-плот. Но что такое вообще KDE? KDE-это оценка плотности ядра, если, да, мы там с вами на следующей, на лекциях по статистике должны это пройти, но что такое, да, если просто? Это просто некий метод сглаживания. То есть, да, у меня изначально возраст, если представить в виде линии, представляет собой вот такую вот ломаную кривую, но она достаточно неинформативна, я хочу ее как-то сгладить. Вот, например, у меня есть отличный для этого метод, метод ядерного сглаживания, да, то есть, он берет некое ядро в некой окрестности, там, считает статистику и сглаживает, сглаживает, да. Ну, то есть, представьте, да, если вы хотите что-то сгладить, используйте как раз от KDE-плот. Более подробно, что под капотом, мы пройдем на следующих лекциях. Так, смотрите, да, так же, что я могу построить такую вот интереснейшую визуализацию, да, когда, например, у меня зависимость от двух, соответственно, признаков. Ну, в данном случае у меня зависимость, помните, зависимость веса спортсмена от его возраста, точнее, наоборот, зависимость возраста от его веса. Пытались мы здесь какую-то корреляцию, точнее, какую-то взаимосвязь найти. В данном случае, смотрите, как можно интересно строить. Обратите внимание, да, что, какие параметры цвета, цветовой схемы, которую я использую, использование оттенка и параметр shade lowest false для того, чтобы не отображать, вот, как бы, не заполнять вот эту вот область, а оставить ее белым, чтобы вот такой вот более красивый рисунок у нас получился, да. То есть, смотрите, визуализация достаточно интересная, можете также использовать ее в своей работе. Аналог гистограммы, который мы рассмотрели, да, с бинами, в библиотеке Seaborn делается с помощью метода distplot, то есть distribution, то есть, да, нарисовать, как бы, график распределения. Ну, опять же, да, обратите внимание, что здесь передается, да, dfh с drop in a, вот, как мы уже с вами определили, и, например, я указываю, что на этом графике по умолчанию указывается также еще ядерное сглаживание, но я по умолчанию хочу его, то есть, я хочу его не показывать. Попробуйте, да, указать здесь true false, и у вас появится здесь сверху как раз вот этот вот график ядерного сглаживания, да, вот такой вот он плавный будет. Ну, опять же, да, смотрите, как все просто, я просто говорю sns distplot, и он у меня сразу рисует distribution по какой-то серии, которую я передал в метод. Дальше. Analog scatterplot. Помните, да, когда мы рисовали в Pandas зависимости по x от зависимости по y, это касается именно двумерных данных. В данном случае Seaborn представляет еще больше, более интересную визуализацию. В данном случае, смотрите, метод jointplot, указав ему параметры x и y, рисует вот такой вот интересный график, да, в данном случае, обратите внимание, да, kind, то есть тип, я указываю хиксы, то есть, да, у меня в виде ячеек такое вот пересечение происходит, а по оси x, по оси x, да, и по оси y этого графика у меня располагается распределение фичей. То есть, да, какая интуиция за этим стоит? То есть, вы, используя метод jointplot, можете посмотреть распределение веса спортсмена, да, сразу же на одном графике, распределение второй фичи и их как раз вот пересечение, что является как раз вот scatterplot, да, в виде гиксов. То есть, очень удачная и очень мощная визуализация. А мы с вами начинаем рассматривать, наверное, один из моих самых любимых графиков, который называется по-русски, да, по-русски кто знает, как называется вот этот график? А я такой-то ни разу не видел, да. Ну, а кто видел, название интересное. Да, все верно, ящик с усами, конечно. Да, такое интересное название, ящик с усами, по-русски, русский аналог, а по-английски называется он boxplot, да, ну, лучше использовать название boxplot. Ну, ладно, можно использовать другое название. Давайте посмотрим, что он из себя означает. Вообще, это тоже, этот график является очень-очень мощным средством для визуализации именно распределений, да, вот числовых каких-то данных. Давайте разбирать, как вообще эти распределения считаются. Смотрите, вот мой boxplot. Boxplot. Что здесь такое вообще есть? Первое. Границами моего вот этого boxplota, то есть вот этими усиками, да, точнее, вот моей коробки, вот смотрите, да, где Q1 и Q3 написано, вот граница моей коробки. И это первый и третий квартель, да, или по-другому 25 и 75 персц, соответственно, моего вот как раз вот этого числового ряда. Линия в середине, это у нас медиана. Вот эта линия, да, еще раз, это у нас просто число, обозначающее 25 персц, это число, обозначающее 75 персц. В середине ящика вот этого вот бокса у нас медиана, да. Так, и теперь такое сложное определение интерквартельного размаха. Что это такое интерквартельный размах? Это разница, просто разница, это просто число у нас между 75 персц и 25 персц. Ну, просто число, да, то есть здесь у нас, например, 10, первый персц, здесь у нас 25 персц. 75 персц, допустим, у нас 30, просто это обычные числа, ничего больше. И, например, у нас интерквартельный размах будет тоже обычным числом, будет 20. И, соответственно, вы уже по формуле, которая здесь проведена, можете с легкостью понять, как рассчитываются вот эти вот усы, да. Ну, вот я пример привел у нас нормального распределения, да, на примере нормального распределения. У нас выглядит наш бокс-плот достаточно идеальным, да, то есть у нас медиана посередине. То есть если вы будете, да, и возвращаемся к нашему примеру. То есть, да, в каких-то примерах у нас, видите, медиана смещена. То есть, да, к 25 персц, если вы будете разбираться, советую вам посмотреть, да, в зависимости от разных распределений, да, строить, то есть сначала гистограмму, потом построить отдельно вот этот вот наш бокс-плот, ящик с усами, там, да, не по всем наблюдениям, не по всем группам, а по каким-то отдельным, и посмотреть, что он из себя представляет. Так, внимание, вопрос. Ну, вот это, как вы уже поняли, да, это выбросы, да, это просто выбросы, то есть, да, вот все значения, которые больше, как раз вот нашего, вот этого вот правого усика. Вопрос. Ну, смотрите, еще раз вспоминаем формулу. Еще не вспоминаем, смотрим. Интерквартирный размах, да, то есть мы вот из этого значения вычитаем полтора квартеля, полтора интерквартирных размаха, а сюда прибавляем полтора интерквартирных размаха. То есть, по идее, да, у нас усики должны быть одинаковые, да, ну, то есть, смотрите, да, вот мы к этому числу прибавили, да, вот это вот значение какое-то, и отсюда же вычли это же значение. Ну, то есть, усики должны быть одинаковые. Вопрос. Кто мне может сказать, почему вот здесь усики тогда не одинаковые получаются, вот, например, вот этого последнего, да, то есть, этот усик намного больше, чем вот этот маленький. Есть какие-то догадки? Слева 0, потому что. Да, не просто рисовать. Слева 0, потому что. Слева 0, потому что. Ну, с левым минимум просто ближе. Закотелось, да, не рисовать дальше, чем минимум. Да, все верно, да, 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 все верно. То есть, да, что нам сказали? Что у нас просто нет наблюдений, нет наблюдений в категории 39 лет меньше, чем 47 килограмм, да, то есть, у нас нет вот таких вот мужчин, выступающих, да, в пауэрлифтинге. Хотя у нас в 23 года есть молодой человек, который весит меньше даже 40, что ли, получается, килограмм. Ну, ладно, ладно. Ну, ладно. Ну, что, ну, бывает такое, да. Ну, вот, видите, мы уже с вами какой-то анализ уже начинаем проводить. Да, в основном. А, да, кстати, может, может, женщина это, да. Но все равно, да. Да, немножко, да, маловато, если честно. Ну, вот, да. Вот отсюда, чтобы вас не подловили, вот откуда берутся вот эти бокс-плоты, да. По идее, всегда, если у нас есть, как бы, бесконечное, да, если у нас вот должны усики быть одинаковые. Ну, вот, да, действительно, женщина, скорее всего. Так. Дальше, смотрите, какая у нас красивая визуализация может быть. Визуализация в виде скрипки, да, wild plot еще называется. То есть, что он из себя представляет? Он представляет собой, если мы хотим посмотреть распределение, как выглядит распределение по каждой из категорий в отдельности, да. Я здесь вот указываю в качестве категории, опять же, беру разные типы экипировок, да, и что хочу разбить именно по полу. И у меня какая интересная визуализация, да, то есть, ну, здесь видно, да, что мужчины, у меня отмечено оранжево, например, они поднимают в среднем, да, поднятые килограммы, там, 600 килограмм, у женщин поменьше, там, да, вот 300. И вот как раз у нас такое нормальное распределение имеется в виду, вот, для спортсменов, которые выступают в, кажется, это у нас ручные бинты, рэпс. Да, то есть, почему здесь вот, например, бимодальное распределение, да, то есть, сразу уже интересно, когда вы изучаете какие-то данные, можно сразу искать какие-то инсайты, да, вот, когда в экипировке, например, выступают, почему здесь бимодальное, например, распределение, да, и у женщин, и у мужчин, да, наверное, это какие-то, может быть, там, разные дивизионы. То есть смотрите, как интересно, вы начинаете делать просто даже визуализации данных и уже получаете какие-то инсайты. Вы можете использовать эти инсайты, чтобы добавить вашу модель, например, да, то есть вы увидели такую визуализацию, поняли, допустим, да, какие фичи отвечают этому. Может посмотреть какие-то, да, вот добавить признак по бинам, например, да, что, например, вот если больше 600 и меньше 1000, то это, например, пролейбировать там единицей, меньше там 600 и больше 200, ну просто меньше 600, например, пролейбировать там нулем и добавить этот признак, например, в вашу модель. И у вас тоже там качество должно улучшиться, потому что, видите, здесь вот мы просто нарисовали графики и уже получили какие-то интереснейшие инсайты. Так, ну да, тоже еще один очень мощный график, который называется pairplot. То есть когда я хочу посмотреть взаимное распределение, то есть как каждая фича зависит от какого-то, от другой. То есть что здесь передается? Здесь на вход передается просто список колонок, да, с какими-то числовыми признаками. И на выходе у меня на пересечении, давайте посмотрим пересечении, на пересечении вот этих вот, извините, да, повыше, на пересечении колонок, да, на пересечении вот как раз вот этих вот строк у меня, вот, например, да, как зависит у меня лучший результат в становой тяге, например, от общего количества поднятых килограммов. Да, видите, практически линейная зависимость, то есть, да, или как зависит у меня, вот, смотрите, да, вот здесь вот лучший, лучшая становая тяга, допустим, от, а, ну это то же самое, да, график. Ну, например, вот от жима лежа. Ну, да, практически корреляции там никакой нету, да. Да, интересно, а на пересечении признаков как раз вот одинаковых, то есть, да, вот, без дедлифт, мы опять же видим здесь распределение этого признака просто, вот распределение, опять же, по бинам. То есть, да, посмотрите, мы буквально с помощью одной строки кода уже можем получить такие очень мощные инсайты, да, и когда тоже, опять же, повторюсь, когда делаете какой-то анализ данных, не пренебрегайте, да, буквально пару строк, и вы уже можете получить вот такие вот интереснейшие визуализации, которые могут вам дать кучу вообще информации, какие-то дополнительные идеи к вашим признакам. Корреляция, например, признаков, да, то, что я показываю, у нас Сиборн даже это понимает, да, то есть, как это выразить, допустим, вот такую вот корреляцию признаков, такую вот матрицу корреляции, да, про корреляции мы поговорим на одной из следующих лекций, какие они бывают, что из себя представляют, но, видите, здесь я просто считаю корреляцию для каждого, между каждым и каждым признаком, например, да, и я это все могу визуализировать с помощью, например, хитмэпа того же самого, да, очень мощно, очень интересно, и, опять же, может принести большое количество инсайтов, но матрица, на самом деле, тоже может принести, но какие-то есть интересные визуализации, какие-то научные работы будете вставлять, вот такая матрица, она, мне кажется, более нагляднее. Да, давайте напоследок еще посмотрим, я просто хочу пару слов сказать о том, что наш Юпитер ноутбук позволяет делать мощные визуализации с картой, да, это делается с помощью библиотеки Фолиум. Сразу даю совет о том, что эта библиотека достаточно является капризной к версиям прочих библиотек, которые у вас установлены в вашем окружении, соответственно, лучше создать новое окружение, допустим, назвать его Гео, и в него уже производить установку Фолиума, да, и смотрите, да, просто как вот буквально с помощью пары строк-кода можно делать очень мощные визуализации. Например, вот те же самые количества заказов я хочу разместить на карте. Я делаю некие преобразования по широте, по долготе, привожу все это в необходимый формат, то есть у меня точки, да, вот здесь вот получаются, и наношу их все на карту. Под капотом используется как раз вот OpenStreetMap, бесплатный аналог карт, то есть, да, если я хочу поработать с данными, посмотреть, где они у меня находятся, опять же, я хочу получить какие-то инсайты, которые могу использовать в своей модели, вот, например, различные методы, которые я использовал, да, маркер-кластер, например, вы можете раскомментировать болт-маркер там или фаст-маркер, и посмотреть, что у вас может получаться после того, как вы поставите в библиотеку Фолиум. Вот такие вот интересные визуализации. То есть, да, здесь объединяются заказы у нас в кластеры в зависимости от масштаба карты, да, то есть, если я карту, допустим, отдаляю, они у меня, видите, объединяются, отдаляются. То есть, для каких-то своих работ вот такая визуализация является тоже достаточно мощной. Карты являются бесплатными, вот эти вот OpenStreetMap, и позволяют рисовать у вас не только точки и какие-то кластеры, но еще объединения. Вот. Это, в принципе, все, что я хотел вам сказать по визуализации данных. Так что большое вам спасибо за внимание, все, и всего хорошего.